Еще год назад здесь были непролазные чащобы, которые вечером погружались в кромешную тьму, а днем в зарослях можно было разглядеть сваленные кучи мусора. Заброшенный кусок земли, который не без причин беспокоил местных жителей. Потому и участвовали в голосовании за благоустройство, и потому территория выиграла голосование. Гвардейский сквер был выбран вами, рязанцами, по Жизнодорожному району в рамках рейтинга голосования нацпроекта в 2021 году. Там шла конкуренция с Новопавловской рощей, но в конечном итоге гвардейский сквер буквально на десятки голосов опередил. И, собственно, была выполнена воля жителей благоустройство именно гвардейского сквера. Учитывая, как выглядел этот сквер еще несколько месяцев назад, подрядчику пришлось знатно потрудиться. Сложности создавал не только запущенное состояние участка, но и многочисленные коммуникации, проходящие как раз через эту территорию. Все работы выполнены в полной мере. И даже, по словам Марии Германи из Управления благоустройства города, план перевыполнен. Здесь фактически была свалка мусора несанкционированная, большое количество сухих аварийных деревьев, несанкционированных дач, огородов. В этом году проведены масштабные работы по засыпке грунтом, по выравниванию поверхности, по устройству дорожно-тропиночной сети, освещение, установке малых архитектурных форм, детских игровых площадок, спортивных тренажеров, озеленению. Сейчас уже можно говорить о том, что выполнены работы по устройству двух с половиной тысяч квадратных метров брусчатки. Появившийся в Октябрьском городке Гвардейский сквер не может не радовать местных жителей. И они довольно эмоционально отзываются о произошедших переменах. Помойку вычистили. Теперь сделали более-менее нормально. Тут раньше была темнота и мусор. Валялись только банки и бутылки. Иногда и люди в непотребном виде. А теперь все освещается, они, видимо, попрятались. Спасибо организаторам, кто это сделал. Хотя бы так. Здорово, очень здорово. Спасибо. Детишкам нормально. Раньше здесь были огороды. Вот у нас лично был огород. Мы здесь сажали. Потом все сломали и сделали сквер. Мы довольны. Но только чтобы убирали урны и порядок был. Ну и желательно, чтобы с большими собаками здесь не гуляли. Вот здесь надо бы установить камеры наблюдения для того, чтобы видно было, что родители, которые приходят сюда с детьми, они следят за этими детьми. Ну вот и все. Да. И потом, вы знаете, я думаю, что у нас жители достаточно активные. И участвовать в субботниках будут с удовольствием и с радостью. Только это надо объявлять, это надо пропагандировать, это надо делать. Я лично работала здесь, когда было самое начало. Что-то мы убирали, что-то делали. Но сейчас пока неплохо. Есть где ходить, и освещение, и все это нормально. Подобная форма взаимодействия с общественностью уже показала свою эффективность. С первого этапа голосования мнения местных жителей является определяющим. Следующий этап – обсуждение, которое тоже проходит в режиме обратной связи. Сотрудники администрации перед проектированием выслушивают и принимают к сведению все пожелания и предложения людей. И по завершении работ осматривают объект снова вместе с людьми. Гвардейский сквер протяженностью 360 метров еще продолжит благоустраивать, предполагается, танцевальная площадка и размещение баннеров с историей полка и самого сквера.